Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум-класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! В эфире новости на ОТВ в студии Ася Климова и сегодня главные темы. В администрации Серпухова озвучили список дворов, которые вошли в программу комплексного благоустройства в следующем году. 100 лет на страже закона. В МВД отметили 100 лет со дня основания службы. Медленная смерть. Жители Судимли жалуются на несостоятельность районных властей в решении проблемы с полигоном ТБО «Сьянова-1». Вчера вечером произошли аварийные отключения уличного освещения. Многие районы города несколько часов находились в полной темноте. Специалисты Серпуховской городской электрической сети устранили неполадки, о чем сегодня доложили в администрации. То, что было вчера, не допустило в принципе. Более того, светлое время все короче и короче. И это, в общем-то, очень серьезное неудобство для жителей. Считаю целесообразным рассмотреть какие-то варианты по ее модернизации, переходу уже на новый уровень управления всем городским уличным освещением. Произошел сбой и пришлось все включения вручную производить. Муниципалитет уже приступил к реализации проекта по модернизации уличного освещения. Напомню, что на днях эта тема обсуждалась на оперативном совещании. Дворы в центре внимания. В администрации Серпухова обсудили план благоустройства на 2018 год. В список работ вошли уже 23 придомовые территории. В этом году реализация проекта будет идти по новым правилам. Какие современные объекты появятся во дворах и почему к работам по благоустройству планируют привлекать жителей, смотрите в нашем материале. Старшие по дому и простые жители в этом зале собрались те, чьи дома вошли в программу комплексного благоустройства на 2018 год. Их специально пригласили уже сейчас, чтобы успеть провести все подготовительные работы заранее. Власти Серпухова признаются, в этом году поступали жалобы на отставание по срокам. Чтобы не допустить их впредь в работу с подрядчиками, будут внесены изменения. Есть требования в этом году. Одним лотом будет разыгрываться один двор. То есть подрядчик будет отвечать за все, чтобы не встать там входить. Это Вася сделал горку не так, Петя не там дерево спидел. Будет один человек, который отвечает за все. В этом году 26 дворов уже обрели совершенно новый вид ремонта. Проходили там, где их не было еще с советского времени. Детская площадка, освещение, парковочные места, озеленение, контейнерные площадки, информационный стенд. По плану комплексного благоустройства во дворах устанавливали по шесть основных элементов. Но так было в этом году. В следующем к списку прибавятся места отдыха с лавочками и урнами. Их очень просили установить пенсионеры. Всего в следующем году приведут в порядок 23 дворовые территории. По требованиям Министерства жилищно-коммунального хозяйства и по жесткому требованию губернатора с начала комплексного благоустройства 1 мая и окончания 30 ноября в эти сроки мы обязаны вложиться. Кроме того, в реализации программы теперь будут принимать участие сами жители. Сначала на этапе определения объектов, которые будут установлены в конкретном дворе, а потом и в ходе работ коллективный труд решили противопоставить массовой неграмотности. Такое решение было принято не только после многократных актов вандализма, но и после того, как люди между собой не могли решить, какие элементы благоустройства им нужны, а какие нет. У каждой возрастной категории есть свои требования по областному благоустройству для пожилых людей. Это необходимость скамеек, какой-то зону отдыха. Но при этом житель первого этажа, который живет окнами к этой скамейке, не всегда этому рад, потому что на этой скамейке вечером собираются жители и не дают спать. Все должно быть в рамках норматива. Есть определенное количество жителей в доме, есть определенное количество жителей в уговоре, и невозможно сделать там что-то такое, чтобы прямо от одного года до 99 лет всех все устраивать. Надо просто понимать, какой категории детей больше, каких людей преобладает. По завершению совещания представители многоквартирных домов были выданы индивидуальные планы объектов благоустройства. Теперь жителям предстоит провести самостоятельную работу, организовать собрание, решить, каким будет их двор в новом году. Свой профессиональный праздник сегодня отметили сотрудники МВД России Серпуховское. В этом году исполнилось 100 лет со дня организации советской милиции. Праздник получился особенно торжественным. Сотрудников органов внутренних дел поздравил заместитель главы администрации Серпухова и главы других муниципальных образований. Один из слов благодарности хочу сказать вашим родным и близким за мудрость, терпение и за надежный тыл в вашей работе. Сегодня, в праздничный день, хочу пожелать вам вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейшим успехов в службе. Спасибо. Людей в погонах награждали нагрудными знаками МВД России, отличник полиции, благодарственными письмами, знаком отличия князь Серпуховский Владимир Храбрый, грамотами от депутатского корпуса и даже благословенными грамотами от Серпуховского благочиния. Кроме того, сотрудникам полиции вручили ценные подарки, пожелали успехов внесения непростой, но такой важной службы. Приятно, когда люди говорят, что ты помог ему в какой-то степени. Мы работаем для людей, поэтому это основная наша оценка. Если люди нашего города оценивают нас хорошо, значит, мы хорошо делаем свою работу. В редакцию ОТВ Серпухов обратилась жительница деревни Судимля Вера Трусова больше не в силах дышать ядовитыми зловониями с мусорной свалки Сьянова-1. Пенсионерка возмущена бездействием и наглостью властей Серпуховского района. Женщина считает, цинизму чиновников пора положить конец и поставить жирную точку в правлении главы района. Вера Федоровна в деревне живет больше 20 лет. В свое время буквально сбежала из Москвы в Серпуховский район из-за экологии. Но вместо свежего воздуха – смрад, гарь, зловонный запах с мусорной свалки Сьянова-1. Пенсионерка сейчас вынуждена спать закрытыми окнами и на улицу старается лишний раз не выходить. Считает, что полигон – это медленная смерть. Жительница уверена – Судимля, второй Чернобыль. И здесь даже кружка чая опасна для жизни. У женщины складывается впечатление, что каждый раз вместо воды она пьет цианистый калий. В итоге мы оказались заложниками горстки людей, которые думают только о деньгах. Вот такое впечатление, что они утром встают и съедают пачку долларов. Она у них быстро переваривается, а в обед им нужно уже две пачки. Если бы я была шестуном, я бы на его месте просто вытащила бы все свои заначки. Прямо на свои бы деньги рекультивировала бы эту свалку. Это было бы гораздо ему полезнее, чем хранить их в каких-то банках. С собой все равно всех денег не заберешь. Дальше так жить пенсионерка не может. Терпение кончилось. Куда обращаться – уже не знает. От властей Серпуховского района ответа нет. Вера Федоровна ждет, когда районные чиновники насытятся деньгами. Решила использовать последнюю попытку – обратиться к Александру Шестуну напрямую. Может, у главы все-таки проснется совесть, и он вспомнит о жителях, из-за которых у него якобы так сильно душа болит и сердце разрывается. Александр Вячеславович, уважаемый мною, пожалуйста, займитесь свалкой немедленно. И не возите туда какие-то доски гнилые, а нужно заняться рекультивацией. Вы занимаетесь геноцидом. Вот в районе, в масштабах города Серпухово, Серпуховского района. Ну, за геноцид же был этот Нюрнбергский трибунал. Может, и вам такое же грозит. Год назад тарифы на вывоз бытовых отходов для жителей многоквартирных домов в Серпуховском районе увеличились в два раза. Однако чище от этого не стало, жалуются люди. Мусор по-прежнему вывозят нерегулярно, он разлетается по дворам. Именно такую картину наблюдала наша съемочная группа в поселке Большевик. Редкий день, когда эта контейнерная площадка в центре поселка Большевик выглядит иначе. И даже когда ржавый мусоросборник пуст, бытовые отходы валяются рядом. Жалуются обитатели соседних многоэтажек. На их просьбы установить здесь ограду коммунальщики не реагируют. Еще хуже пейзаж на соседней улице Карпова. Контейнеров из-за навалов мусора вообще не видно. Они не ограждены, и бытовые отходы разлетаются по всей округе. Я часто хожу, и вот эта мусорка, ну практически редко-редко видно, когда вывозят только, она чистая, потом наполняется и лежит очень долго. Ну и вот этот запах тоже нехороший. Люди обращались, ну... Ничего не меняется. Да. А раньше, по-моему, вот этих вообще контейнеров не было, просто лежала гора. Потом поставили контейнера, но вывоз, он как-то нерегулярно происходит. То есть, ну, все-таки, к сожалению, есть такой момент, что лежит это все. Жители понимают, что навалы мусора и нерегулярно его вывоз происходят из-за стремления коммунальщиков сэкономить на горючем. Однако почему из-за этого должны страдать люди, те, кто оплачивает эти услуги? К тому же тарифы за вывоз бытовых отходов в Серпуховском районе в последний год заметно возросли. От 2,26 рубля за квадратный метр до 5,26 сотых рублей за квадратный метр за вывоз мусора так называемый. Согласно документам, постановлению правительства, 170-му, должны вывозить мусор ежедневно. Ежедневно. У нас его вывозили один раз в месяц. Потом уже, когда подняли вопрос, ну, депутаты в свое время, когда это прекратится, стали вывозить два раза в месяц, через две недели. Вот. Ну, а сейчас, видимо, его вывозят, когда хотят. Жителям большевика, который является административным центром Серпуховского района, обидно за свою малую родину. Людям хочется жить в благоустроенном, чистом поселке. Но об этом пока приходится только мечтать. Ни чиновники сельского поселения, ни глава Серпуховского района контролировать и требовать от новой управляющей компании выполнения своих обязанностей, судя по всему, не собираются. Поэтому активисты поселка вынуждены в очередной раз за помощью обратиться на добродел. Жители многоэтажек наконец-то ощутили себя хозяевами своих домов и дворов. Пример этому старая постройка на улице Возрождения 9. Обитатели ее не стали дожидаться ремонта от управляющей компании и пытаются сами навести порядок в подъезде. Однако двухэтажке, которой в будущем году исполнится 60 лет, необходим капитальный ремонт. Замена требует крыша, покраски, фасад. Когда эти работы будут произведены, выясняли наши корреспонденты. Вот так необычно сегодня выглядит подъезд 9-го дома по улице Возрождения. Розовая кантовка над дверями резко диссонирует с облупившейся штукатуркой на фасаде. Контрасты и в подъезде на первом этаже потрескавшаяся краска, на втором яркие на сены узоры. Здесь разукрашены даже почтовые ящики. Всю эту красоту создала семья Ростенко, Андрей и его жена Ольга. Красим за свои деньги, штукатурим, облагоустраиваем все это за личные средства. То, что могли сделать, вот мы сделали. Лавочки, крыльцо, сплитки. Это мы покупали, мы делали сами. Благодаря усилиям жителей преобразился и двор. Долгое время здесь было запустение, вытоптанные клумбы и чьи-то припаркованные машины. Сегодня это уютный маленький скверик с цветами и лавочками. Обитатели дома понимают, что только общими усилиями жителей и коммунальщиков можно вести порядок и в подъезде, и за его пределами. Поскольку двухэтажки, где проживает всего 8 семей, в отличие от высоток, на содержание жилого фонда собирается незначительная сумма. В этом доме за год накопилось всего 8 тысяч рублей на текущий ремонт. И сделать все, что желают жители, и чтобы это было достойно выглядело, в рамках средств содержания текущего ремонта, на таких маленьких домах, не всегда возможно сделать без дополнительного финансирования со стороны жителей. Поэтому первоочередные работы, которые необходимы для обеспечения жизнеобеспечения и без отказов работы санитарно-технической оборудованной, в первую очередь на этих домах, эти деньги идут туда. К счастью, не все собственники квартир заботятся лишь о своей жилплощади. А все, находящееся за массивной металлической входной дверью, считает головной болью управляющей компанией. В 9-м доме не сотрясает воздух по поводу грязи в подъезде, ожидая, что придет кто-то и все сделает за них. Люди, по мере своих сил, пытаются сами навести порядок. А коммунальщики к 60-летию двухэтажки подготовили ее обитателям подарок. Подъезд в будущем году вошел в областную программу софинансирования и будет отремонтирован. Что касается основных конструктивных элементов, то согласно очередности, которые у нас формирует фонд капитального ремонта по критериям оценки, этот дом внесен в программу капитального ремонта на 2020-2022 год. В 2018 году в планах жилищника ремонт 180 подъездов. 9-й дом на улице Возрождения – один из них. Протечки в крыше коммунальщики обещают устранить до наступления холодов. К зиме двухэтажку подготовили. Активисты детской общественной организации «Сотружество юных серпуховичей» вышли на площадку в парке «Питомник», чтобы в очередной раз сказать жителям города о безопасности дорожного движения. Цель акции – напомнить о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. И летом, и зимой, и осенью мы проводим данные мероприятия. Все ребята активно участвуют в информационно-пропагандических мероприятиях, проводимые госинспекцией, и помогают внедрять в народные массы световозвращающие элементы. Сетпуховский театр готовит дачный роман. Премьера «Доброй комедии о любви» назначена на 17 ноября. На репетиции в спектакле побывала Олеся Акинфеева. Здравствуйте. Я прошу прощения. Я пока со станции шел, всю флягу осушил. Жара – страшное дело. Ну-ка, если вы воды хотите, вон там, где-то, там же и кружка. Да нет, у меня кружка своя есть. Он и она. Им где-то около 70, и за плечами у каждого большая жизненная история. Встречами, расставаниями, потери близких и своим взглядом на происходящее вокруг. Их сводит судьба вроде как случайно, и между ними возникает глубокое чувство привязанности. Называется это любовь. Их встреча заражает всё происходящее, и у остальных меняется некий взгляд на отношение к этому, к этой жизни, к этому миру. Потому что когда мы все мчимся за деньгами, за какими-то материальными ценностями, и забываем, что есть вокруг нас очень тёплые, очень забытые, дружеские отношения. Актёры признаются, что эта постановка не оставила их равнодушными с первой же сцены. Душевные разговоры героев, самые обыденные ситуации, в которые они попадают, и как их воспринимают. Дачный роман повеселит зрителя и подтолкнёт к размышлениям. Дети забывают про своих родителей потихоньку. Родители живут только ради детей. И забывают, что может быть личная жизнь у них. И вот происходят вдруг какие-то такие... Я бы сказала, что мы так определили, что это любовь с первого взгляда. Что может быть в этом возрасте можно полюбить. Эта пьеса была чрезвычайно популярна в 70-х. Ироничная, лёгкая, с комичными эпизодами. И вместе с тем очень глубокая. Вот я вспомнил дачный роман и перечитал. И актёры согласились со мной, что это очень какая-то добрая и очень душевная такая пьеса. И очень сегодняшняя. Пьеса о том, что нельзя жить в прошедшем времени. Нельзя жить в прошлом. Прошлое надо помнить. Есть память сердца, есть память, без которой нам никак нельзя. Но о родных, близких. Но жить в этом прошлом и ничем другим, не жить сегодняшним днём. Пропуская мимо себя жизнь, которая в любом возрасте, в любых обстоятельствах. Это замечательная, радостная штука. Премьера дачного романа состоится 17 ноября. И судя по всему, она придётся по душе зрителю. Серпуховские подводники завоевали 8 медалей на Кубке Европы. В состав сборной команды Московской области вошли 3 пловца и спортивные школы «Звезда». Илья Метелицы завоевал золото на дистанции 200 метров в классических ластах и бронзу на 100 метровке. Данила Удот получил 4 медали в разных дистанциях. Илья Толпыгин – бронзовый призёр на дистанции 200 метров всего. В юношеском Кубке Европы по подводному спорту приняли участие 250 спортсменов из 11 стран. Команда Московской области завоевала кубок за первое место в общекомандном зачёте. На сегодня это всё. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на нашем сайте otvmedia.ru, на официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Партнёрство». Готовые квартиры в новом микрорайоне по привлекательным ценам. Многолетний опыт работы, высокий уровень комфорта, тысячи счастливых обладателей квартир. Компания «Партнёрство». Хорошая погода в вашем доме в любое время года. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова